Подготовка городского хозяйства к зиме – процесс ежегодный и необходимый. От результатов зависит стабильность подачи горячей воды и отопления в дома самарцев, социальные и другие объекты во время холодов. Работа выполняется в несколько этапов, которые проходят практически одновременно. Начинается все с подготовки пяти крупных энергообъектов, в их числе Самарская государственная районная электростанция и несколько теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день здесь степень готовности оценивается в 40%. Трудятся и на городских котельных, работы завершены на 50%. Кроме этого проверяют и сети теплоснабжения. Из 1110 километров самарских теплосетей проверили больше 650. Но кроме стандартной подготовки коммуникации к сезону холодов, ежегодно в городе проводится и модернизация. В этом году перевооружают теплосети на 18 объектах. Из 18 объектов на одном объекте у нас фрунзо-чапаевская схема собрана, по остальным монтажные и работы по восстановлению благоустройства находятся в стадии завершения. И по 17 объектам работы проводятся. Особое внимание во время модернизации теплотрасс уделяют объектам в историческом центре города. Как отметил первый заместитель главы Владимир Василенко, трудятся сейчас в соответствии с на некоторых участках работать уже закончили, продолжают восстанавливать благоустройство. Говорили на совещании и о новой котельной, которая появилась в Куйбышевском районе города. Сейчас объект проходит процедуру получения специального техпаспорта. Ввести в эксплуатацию планируют осенью текущего года. Вопрос создания новой котельной был актуален как никогда, ведь старый теплоисточник, построенный в 1957 году, не мог полностью удовлетворить нужды жителей района. Новый же энергообъект мощностью в 120 мегаватт обеспечит теплом и горячей водой дома, в которых проживают свыше 36 тысяч человек, а также производственные и социальные объекты. Улучшение и масштабная модернизация коммуникаций города, а также возведение новых энергообъектов стали возможны благодаря переходу в единую ценовую зону теплоснабжения. Самара – один из первых городов-миллионников, перешедших на модель расчета за тепло по методу «Альткотельная». Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.